Всем привет! С вами инженер Электрик и Кимов Игорь. Сегодня будем рассматривать классический мультиметр от FNIRSI S1. Прибор позволяет измерять постоянное переменное напряжение, сопротивление, емкость, частоту и температуру. Он позволяет проверять диоды, наличие фазы, а также имеет функции прозвонки и бесконтактного определения наличия переменного напряжения. Прибор имеет большой цветной дисплей с большими цифрами, три кнопки для управления и кнопку включения сети. Прибор узкий по толщине порядка полутора сантиметров, поэтому хорошо помещается в кармане. По краям корпуса есть орибрение, чтобы прибор не выскальзывал из рук. Сам дизайн прибора приятный. Черный корпус с голубой рамкой. Интерфейс прибора интуитивно понятен и в нем разберется любой мастер. Что в нем нет, это функции измерения электрического тока. Прибор появился в начале 2023 года и имеет отличный рейтинг на площадке Алиэкспресс. Для любителей прибора от Фнирси я и сделал подробный видео обзор. Ссылку на прибор вы найдете в описании. Если вас интересуют обзоры приборов, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Сверху на приборе находится разъем Type-C, через который заряжается прибор. Здесь же находится кнопка питания и под ней расположен датчик для бесконтактного определения переменного напряжения. Здесь расположены разъемы щупов. Это разъем ком для черного щупа, а этот разъем input для красного. Цвета не помечены. Снизу находится окошко для фонарика, а сюда можно вставить шнурок и прибор подвесить. Довольно большой цветной дисплей высокого разрешения. Отображение очень хорошее с разных углов. Частота обновления показаний 3 раза в секунду. Здесь есть защитная пленка, которую я пока снимать не буду. Кратко пройдемся по функциям кнопок. Данная кнопка только включает и выключает питание. Средняя кнопка служит для переключения режимов измерения. О ней поговорим позже. Правая кнопка кратковременное нажатие включения режима холд. С ее помощью мы можем запомнить значение и его смотреть, отсоединив щупы от измеряемой цепи. Повторное нажатие выключение режима заморозки. Длительное нажатие включения фонарика. Фонарик не очень яркий, но выручит, если освещение измеряемой цепи слабое. Повторное удержание выключения фонарика. Левая кнопка включает режим бесконтактного определения наличия переменного напряжения и режим определения фазы. О ней поговорим позже. Прибор пришел в такой красивой коробке. Сзади есть инструкция для пользователя. Этот прибор в такой упаковке можно подарить на день рождения или другой праздник человеку, который увлекается техникой. Открываем коробку. Сверху лежит инструкция на нескольких языках. В ней есть русский язык. В инструкции кратко описано, как пользоваться прибором, но думаю, что после этого видео вам эта инструкция понадобится только, чтобы посмотреть характеристики прибора. А вот и сам прибор. Спененный полиэтилен защищает прибор при пересылке. Прибор был в таком пакете, который я уже снял. Вынимаем прибор вместе с уплотнителем. Снизу находятся щупы прибора. Щупы прибора довольно мягкие. Тут находятся заглушки с двух сторон, чтобы щупы не окислялись при их хранении. Обращаю внимание, что щупы имеют золотистое покрытие, которое также защищает их от окисления. Вот такой шнур Type-C для подключения прибора к любому порту USB напряжением 5 вольт для зарядки. В приборе установлен аккумулятор на 1000 мА. В комплект входит термопара для измерения температуры. Тут есть еще такой желтый квадратик, своеобразный знак ОТК от Фнирси. Включаем прибор, нажав кнопку включения питания. Прибор протестировался и включил режим авто. В нем можно измерять постоянное и переменное напряжение, сопротивление, а также работать в режиме прозвонки. Прибор сам решает, какой режим измерения включить. Недостаток этого режима, прибору нужно время, чтоб определить в каком режиме работать. И этим режим авто мне не нравится и я его обычно не использую. Более профессионально это выбирать режим измерения вручную. Но в данном приборе режим авто все же пригодится, так как только в нем можно измерять сопротивление. Об этом я расскажу позже. Нажимаем левую кнопку и переходим в режим бесконтактного определения напряжения. Вот я приближаю к розетке и он начинает чувствовать переменное электрическое поле. И прибор подает звуковой сигнал. Чем больше будет электрическое поле, тем больше будет отображаться данная шкала и чаще будет звучать сигнал. Эта функция позволяет проверить провод или устройство под переменным напряжением 220 вольт или нет, перед тем как заниматься ремонтом. Искать так проводку в стене не рекомендую. Для этого есть специализированные приборы. Нажимаем еще раз и переходим в режим определения фазы. Для работы в этом режиме подключаем красный щуп. Проверяем на этой клемме. Тут есть сигнал, значит у нас тут фаза. Проверяем на другой клемме. Тут сигнала нет, значит у нас тут ноль. Нажимаем еще раз и переходим в режим авто. Нажимаем среднюю кнопку. Прибор включается в режим измерения постоянного напряжения. В этом режиме прибор измеряет напряжение до 1000 вольт. Подключаем оба щупа к прибору. Давайте замерим напряжение на батарейке. 9,85. Нажимаем кнопку hold. Теперь щупы можем отсоединить и значение напряжения удерживается на экране. Нажимаем еще раз hold и это значение сбрасывается. Обращу внимание, что в этом приборе нет ручной настройки пределов измерений. Только автоматическое определение во всех режимах работы прибора. Мы можем проверить правильность показаний другим прибором, которым я обычно пользуюсь. Показания приблизительно те же. Разница всего лишь 0,02 вольта. Нажимаем еще раз кнопку. Прибор включается в режим измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения. Прибор измеряет напряжение до 1000 вольт. Мы видим наводки на щупах прибора. Вот замыкаем, наводок нет и прибор показывает нулевые показания. Давайте замерим напряжение в розетке. Подключаемся к розетке. У нас показывает 2034 вольта и частоту сети 50 герц. Вот я подключил к розетке оба прибора. Показания приборов приблизительно одинаковы. Разница пол вольта. Не забываем, при замере больших напряжений следует соблюдать технику безопасности. Также нужно избегать воздействия магнитных полей на прибор и провода. У меня было, что прибор неправильно определял напряжение в розетке, когда она находилась рядом с монитором. У меня вместо 220 вольт всего показывало 10 вольт. Но когда расстояние до монитора стало больше 20 сантиметров, то прибор начал показывать напряжение в сети стабильно. Учитывайте это при измерениях. Нажимаем еще раз и переходим в режим прозвонки. В режиме прозвонки прибор работает довольно быстро. Включается звуковой сигнал, если сопротивление цепи менее 50 Ом. Где-то через секунду отображается сопротивление этой цепи, если оно менее 100 Ом. Ведет прибор в режиме прозвонки достойно. Нажимаем еще раз и переходим в режим проверки диодов. Давайте проверим синий светодиод, так как для его зажигания нужно максимальное напряжение. Подключаем. Светодиод ярко светится и показывает напряжение на ЭПН переходе 2,58 вольта. Давайте перевернем светодиод. Прибор показывает OL, что означает, что мы включили его в обратном направлении. То есть, с помощью прибора мы можем проверить целостность диода, прямое напряжение на ЭПН переходе и его соколевку. Нажимаем еще раз кнопку и переходим в режим измерения емкости. Давайте замерим емкость керамического конденсатора 330 нФ. Сбрасываем возможный заряд. Подключаемся. 329 нФ. Хороший результат. Теперь давайте замерим емкость электролитического конденсатора номиналом 47 мкФ. Сбрасываем возможный заряд. Подключаемся, учитывая полярность. 49,3 мкФ. При этом он немного задумался, что является нормальным для конденсатора в большой емкости. То есть, емкость конденсатора оказалась немного выше заявленной. И это хорошо. Хуже, если показания будут намного меньше. Это бы значило, что в конденсаторе высох электролит и его пора выбрасывать. Нажимаем еще раз и переключаемся в режим замера частоты. Вот я держусь за щуп и прибор показывает 50 Гц. Такой частоты наводки на щуп прибора. Это соответствует частоте напряжения в сети. Значит, показания правильные. Прибор замеряет частоту до 10 мегагерц. Для получения правильных показаний, амплитуда входного сигнала должна превышать 1,5 вольта. Но, тем не менее, напряжение на входе прибора не должно превышать 250 вольт. Это ограничение на напряжение действует и на другие режимы работы прибора, кроме замера напряжения. В приборе есть защита от больших напряжений на входе в этих режимах. Измерение частоты в электрике используется редко и я на нем останавливаться не буду. Нажимаем еще раз кнопку и переходим в режим замера температуры. Сверху показывается температура в градусах Цельсия, снизу в Фаренгейтах. Сейчас прибор замеряет температуру внутренним датчиком, но я внутреннему датчику не доверяю, так как в его показаниях учитывается нагрев внутренней платы прибора. Вот я подключил термопару. Как видим прибор показывает температуру на градус ниже, чем показывал внутренний датчик. Вот мы можем нагреть его рукой и у нас показывает 3-4 градуса. Давайте его подогреем зажигалкой. Как видите температура пошла резко вверх. Прибор позволяет замерять температуру с помощью термопары от 20 до 1000 градусов. Нажимаем еще раз на кнопку и переходим опять в режим авто. Это у нас включенная термопара, которую сейчас отключим. Сопротивление термопары 12 Ом. Хотя я не люблю этот режим, но это единственный режим в данном приборе, в котором можно замерить сопротивление. Так как режим автомат, то показания делается с задержкой. Вот беру сопротивление 1 кОм. Замеряем. 995 Ом, что в пределах допуска. Тут сопротивление 10 кОм. Замеряем. 10 кОм. Давайте еще 220 Ом померим. Тоже самое. Прибор показал 220 Ом, что является верным. Погрешность прибора по всем видам измерений вы можете посмотреть в его характеристиках. Они есть в описании к прибору. Их можете посмотреть по ссылке, которое есть в описании. Тут стоит значок автовыключения. В паспорте нет информации об этой функции. Но я этот прибор испытал. Прибор выключился через 10 минут от последнего нажатия клавиш. Пробным путем я выяснил, если нажать левую клавишу и включить прибор, то эта функция отключается. Звуковой сигнал в данном приборе не отключается. Чтобы разобрать прибор, надо открутить 4 самореза и отстегнуть защёлки. Защёлки довольно мощные и вскрывать прибор радикальными методами я не буду. Подведем итоги. Довольно приятный на вид прибор. Основные функции для измерения в нем есть, кроме измерения тока. Хороший цветной дисплей. Навигация по прибору понятна и работа с ним проста. Аккумуляторное питание позволяет пользоваться прибором без покупки батареек. Лично мне не хватает ручного управления диапазоном измерений, которым можно более гибко получать показания прибора. Также не хватает чехла, в котором хранить прибор и ходить с ним на объекты. Я сохраню коробку и буду первое время ходить с ней. Также удобно, что прибор тонкий и его удобно носить в кармане. Функция фонарика позволяет работать с прибором в темноте. Свои же впечатления о данном приборе оставляйте в комментариях. Если у вас остались вопросы по прибору, также пишите в комментариях. Их можете задать поставщику прибора. Ссылку вы найдете в описании. Поделитесь видео с теми, кому такой прибор может быть интересен. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых видео.